Всем привет, с вами канал Hi English. Если вы не подписаны, время подписаться. И мы начинаем. Pre-intermediate English File, четвертое издание. Делаем четвертое издание. Quick test number two. Погнали. Первое. When we arrived, it. Когда мы arrived, arrive означает приезжать. Когда мы приехали, понимаете, здесь какое время? Past simple. То есть завершенное действие. Мы приехали. Когда мы приехали, что-то случилось в прошлом. В этот момент it was rain, were raining, was raining. It was raining нельзя сказать, потому что, смотрите, какое это время? Это время, когда у нас есть какое-то текущее действие, действие, которое происходит в определенный момент. Это present continuous называется это время. И мы как глагол добавляем ing, а перед глаголом ставим глагол быть. То есть, например, я читаю. Если я скажу, я сейчас читаю, я скажу, I am reading now. I am reading now. Но, если я хочу сказать, что я читал вчера в 6 часов, в конкретный момент, вчера в 6 я читал, я скажу, I was reading. То есть тот же самый глагол быть, только в прошлом. I was reading. Здесь то же самое. Когда я приехал, быстрое действие произошло. Я приехал. Я не говорю о процессе. Я не говорю, когда я приезжал. Нет, здесь нет продолжительного действия, поэтому мы используем past simple. Но, когда я приехал, when we arrived, it was raining. It was raining. Не забываем, друзья, что есть два элемента для образования продолжительного времени. Continuous. Это будет be, глагол быть, и глагол ing. Дальше. Number two. The bus did stop, stopped, was stopped outside the cinema. Автобус outside означает снаружи, the cinema, кинотеатр. Did stop, stopped, was stopped. Стоп останавливается. То есть, они хотят сказать, автобус остановился снаружи кинотеатра. Как это правильно сказать? Автобус остановился. Здесь did. Это используется вспомогательный глагол, который используется для построения вопросов и отрицаний. Отрицание вопросов в прошлом времени. Стопд. Это утвердительное предложение. Когда мы строим, мы добавляем окончание иди к глаголу при условии, что глагол, правильный глагол. Что значит правильный? Он образуется за правилом. Правило какое? Добавление иди. То есть, у нас стоп слово, мы добавляем иди, удваиваем конечную согласную и в дамках stopped будет. Was stopped? Был остановка? Был останавливаться? Нет, так нельзя сказать, ребят. So, the bus stopped. Автобус остановился. The bus stopped outside the cinema. Кстати, смотрите, если вы смотрите это видео, пожалуйста, в комментариях выберите лучшие предложения с этого теста и запишите их. То есть, какие вам ситуации понравились. Потому что предложения здесь такие нормальные, хорошие слова, не очень сложные. Все нужно знать эти слова, которые вы встречаете, если вы осваиваете уровень pre-intermediate. Это все слова обязательны к запоминанию. То есть, если вы не знаете слово late, late это опаздывать. Но в английском языке фишка в чем? В том, что быть опоздавшим они говорят. We were very late. Мы были очень опоздавшими. То есть, мы сильно опоздали. We took a taxi. И здесь нужно выбрать, смотрите, because, потому что, because, то есть, мы сильно опоздали, потому что мы took, take, took, taken, три формы, да, мы взяли такси. Да нет же, конечно, как же мы могли опоздать из-за того, что взяли такси? Нет. But, но, мы взяли такси. So, we took a taxi. Вот, because, but, so. Практика на эти слова. Как вы думаете, что здесь будет? Я думаю, вы правы. Это so. We were very late. Мы очень опаздывали, как бы, вот здесь имеется в виду. Не всегда опоздали, как бы, завершенное действие. А мы очень сильно опаздывали, поэтому мы решили взять такси. We took, мы взяли такси. So. So это поэтому, поэтому. Как решение какое-то. We were very late, поэтому. So, we took a taxi. Number four. They, their apartment. Они, их квартиру. Appartment. Это квартира. Так же, как flat. Appartment можно. Американцы любят использовать это слово. Appartment. So, they опять везде у нас что? Что у нас? Какой-то вспомогательный глагол. Didn't liked. Смотрите, это сразу же отметайте, ребят. Didn't like. Like. Никогда так не будет, когда вы используете вспомогательный какой-то глагол и еще добавляете id. Нет, так не работает. Если вы используете вспомогательный глагол, то есть у вас просительное или утвердительное или отрицательное предложение, вопрос или отрицание, вы к основному глаголу уже никакого дополнительного, никакое дополнительное слово, никакой дополнительной буквы, окончания не нужно доставлять здесь. We didn't like, they didn't like, I didn't like, did you like, I didn't like. Иди добавляется только в утвердительных предложениях. То есть им понравилась их квартира. They liked their apartment. Так как у нас здесь везде хотят нам показать, что это отрицание. Don't liked, didn't like. Опять добавляем id. Зачем мы добавляем id? Don't это present simple. Вообще present simple. Did это всегда past simple. Когда вы видите did, это означает, что действие произошло в прошлом. Какое-то завершенное действие в прошлом произошло. И мы говорим о прошлом, мы не говорим о настоящем. То есть им не понравилась квартира. Это не по состоянию на сейчас, это в прошлом когда-то им не понравилась квартира. They didn't like, конечно же, будет. They didn't like their apartment. Number five. When, когда. Когда. I, я. Her. Meet. Meet. Okay, met. Это met. Читается, если две буковки и. Они читаются в основном как и. Long sound. Длинный звук и. Here we have the short sound a. Met. Meet. Was meeting. Здесь процесс, как бы я встречал. Meet означает познакомиться часто. Когда я с ней познакомился. When I. Здесь будет, конечно же, met. Потому что я говорю в прошлом времени. А в прошлом глагол meet, встречаться, знакомиться, имеет три формы. Meet, met, met. Meet, met, met. So when I met her, she was working in a supermarket. She was working in a supermarket. Ребят, знайте, что здесь, кстати, хитрое предложение. Почему? Здесь можно и, наверное, даже нужно поставить. When I was meeting her, she was working in a supermarket. Когда здесь встречаться. В этом значении встречаться можно перевести. И здесь у нас палевная подсказка. Здесь используется past continuous. Во второй части предложения. She was working in a supermarket. То есть на тот момент, когда я с ней встречался, она работала в супермаркете. Здесь акцент смещен на то, что это временное действие происходило. То есть они вечно не встречались. Тут как бы выделяется определенный период времени. When I was meeting her. Когда я с ней встречался. She was working in a supermarket. Тогда она работала в супермаркете. When I was meeting her. She was working in a supermarket. Почему? Почему я так думаю, что C здесь будет? Потому что, смотрите, здесь у нас уже, уже, уже стоит past continuous. Past continuous. Продолжительный, продолжительное время в прошлом. Was working. Was working. Шестое. I was really tired. I decided not to go out. Not to go out. To go out means выходить, тусить, гулять. You go out, you have fun, etc. To go out. Тусить, выходить, гулять. I was really tired. Смотрите, вот здесь really. Пытайтесь чаще использовать слово really. Really это как бы очень, очень, очень. Не very. Не используйте very без надобности. Very не так часто используется в английском языке. Пожалуйста, в таких случаях используйте really. Я был реально уставший. То есть очень. Это не означает реально, это означает очень. I was really tired. Я был реально уставший. Очень уставший. Очень уставший. I was really tired. So, поэтому. But, но. Because. Потому что. I decided not to go out. Конечно же, нельзя сказать, потому что я был сильно усталший. Потому что я решил никуда не выходить гулять. Это нетшек, конечно, да. So, поэтому. Здесь будет so, поэтому. Я был так устал. Я так устал, что я решил никуда не выходить. Number seven. Who – это кто, или кого, или кому. Здесь разные могут быть переводы. Но who всегда говорит о человеке. И у нас вопрос. И это хитрый вопрос. Почему? Смотрите. Who that email. Кто написал то письмо. Или это можно перевести. В зависимости от контекста. Who написал that email to. To – это направление движения. Всегда будет писать кому-то. Write to. Напиши мне. Write to me. Write to. После write используется to. Если вы говорите «позвони мне», вы ту не будете использовать. Вы скажете «call me». Просто «call me». «Call me». Там «присоединяйся». Да. «Join». «Присоединяйся к нам». «Join us». Кстати, ребят, а вы присоединяйтесь к моему каналу. Для изучения английского языка будет больше новых таких видео. Если будет больше подписчиков, больше лайков. Лайк поставить – это вообще не проблема. Поэтому поставьте лайк и продолжаем. «Call me». «Позвони мне». «Join us». «Join us» – это «присоединяйся к нам». «Join us». «Guys». «Join us». Что еще? Что еще? «Call me». «Join us». «Ask him». Там «спроси его», например. «Ask». «Спрашивать». «Спроси его». «Ask him». Но написать кому-то. «Write to». «Write to me». «Write to him». Так и здесь. «Кому he, did he, he». То есть у нас нет, как бы, у нас нет объекта. У нас есть субъект. Откуда я знаю, что у нас есть? Вот он написал. «He right». «He was right». Здесь все разные формы. Но мы знаем, что если мы попробуем перевести этот вопрос, то «who» мы будем переводить как «кому». Потому что вот направление у нас «to», и слово «писать», и «он». Везде он. «He wrote», «he right» и так далее. То есть кому он написал это письмо. «Who» после «who» мы обязательно используем вспомогательный глагол, потому что вспомогательный глагол идет перед субъектом. Субъект у нас «he» и будет «who did he write». «Write» нельзя никаких окончаний ставить. То есть кому он написал email. «Who» — это вообще неправильно, потому что если мы хотим в past continuous построить вопрос, перед субъектом используется вспомогательный глагол. То есть «was he writing» должно быть, «who was he writing», «кому он писал». Там вчера в 6 часов он был занят, он был в процессе написания письма, и я спрашиваю «whom was he writing a letter yesterday at 6 o'clock». Да, но здесь вообще форма неправильная. «Who he wrote» тоже неправильно, так нельзя сказать. Это же вопросительная форма. Нам нужно сразу после «who», «when», «why», после любого вопросительного слова использовать вспомогательный глагол, а потом после вспомогательного глагола сразу же я использую субъект. То есть субъект и вспомогательный глагол, и сам основной глагол — это как бы неразлучные друзья. Поэтому будет «be». «Who did he write that email to?» «To» ставится в конце, в конце, предлоги в конце. Например, «что ты ищешь сейчас в эту секунду?» «What are you looking for?» «Искать look for». «О чем ты говоришь?» В русском языке «а» ставится в начале предложения. «О чем ты говоришь?» Но в английском языке этот предлог откидается в конец и будет «what are you talking about?» То есть в английском языке всегда должен быть субъект и глагол на первом месте. Субъект, глагол. Если строим вопросы, то перед субъектом ставится вспомогательный какой-то глагол. «Do you go?» «Ты ходишь?» «Does she go?» «Она ходит?» «Are you listening?» «Ты слушаешь?» Вот вспомогательный глагол вот здесь. Место вспомогательного глагола всегда перед субъектом, а потом сразу же глагол. Нет субъекта, нет вспомогательного глагола. Каир – это Каир, Египет. Это было очень холодно в Каире. Видите, не «very cold» они говорят, а «really cold». Было реально холодно, да, очень холодно в Каире, потому что «although», «хотя», «although» – это «хотя» означает. У нас как бы конфликт здесь. «It was really cold» в Каире, «хотя», «although» – запомните это слово, запишите это сложное слово. «although», «although» я учил как «although у джихы», «although у джихы», «although у джихы», «although у джихы». То есть пытался запомнить, как оно пишется, когда в школе учил английский. Вот так нужно. Если вам помогает, учите, как на латинском они говорят, да. На латинском, в принципе, никто не знает, как они говорят, но все читают так, как видят. «although у джихы», «although у джихы», «although it's normally hot there». «So it was really cold in Cairo», «although it's normally hot there». «So it was really», «было реально холодно», «хотя», «обычно» «it's normally hot there». Так, дальше двигаемся. Number nine. «Did you go, did you went, were you to a restaurant last night?» «Last night» всегда, когда «last night», «last year», «last month» — это будет «past simple». Это глагол «did» вспомогательный, если у нас что делать, да. «Did» и «did you go to a restaurant last night?» «Did you went?» «Were you?» «I would go with «did you go to». «Did you go to». Почему? «Did you go to»? Потому что «last night», «did you went» так нельзя сказать, потому что когда у нас вспомогательный глагол, то после субъекта используется обычный глагол без каких-либо окончаний. То есть у вас субъект, глагол, субъект какой? «You», а глагол будет какой? «Go», «you go». Да, это «you go to school», «ты ходишь в школу». Но если мы спрашиваем вопрос, «Ты хотел, ходил в ресторан прошлым вечером?» «Night» — это «вечер», часто переводится. То есть «night» у них, когда уже 7 часов, уже «night», даже 6. «Уже night» можно назвать. Так, «did you go», да? Если ставим «did» в вспомогательный глагол, то мы не будем добавлять окончания сюда. То есть если я бы говорил в прошлом, «ты ходил», «ты ходил». В прошлом «go» — прошлая форма будет «went». «went» — вот так пишется. «You went», «you went», «ты ходил». «Ходил ли ты?» — будет вспомогательный глагол перед субъектом. «Did you?» — только уже не «went» будет, а глагол всегда будет в нулевой форме, потому что грамматическая вся штука, она вот заложена в вспомогательном глаголе, поэтому мы это пишем в инфинитиве, так называемом. «Did you go?» — не «did you went», «да» или «нет». «Да, нетушки» — такие вопросы. «Yes, no» — вопрос, который нуждается в таком ответе. То интонация вверх. Number ten. I usually go by car. Я обычно езжу на машине. I usually go by car. Не забываем «usual» ставить перед глаголом. I usually go by car. By. Обращайте внимание, пожалуйста, друзья, на by. By car, by bus, by plane, by train. Но on foot. I go on foot. On foot — это пешком, пешкарусом. I go on foot. Все другое будет by car, by train, by bus. So I usually go by bus. But yesterday — это вчера. Yesterday — это вчера. Tomorrow — это завтра. Today — это сегодня. Эти слова нужно знать. Если вы не знаете, пожалуйста, запишите и выучите. So, but yesterday — yesterday I gone, go or went. I usually go by car, but yesterday I, конечно же, будет went. But yesterday I went by bus. I went by bus. Я ездил на автобусе. Думаю, все правильно. Дальше. Were the children playing in the garden? Дети играли в саду? Дети играли в саду? Were the children playing in the garden? Дети играли в саду? No. Нет. Тут же ответ. Ответ, короткий ответ. Нет, не играли. Нельзя сказать в английском языке. Нельзя сказать. No, they play not. Так, 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 так нельзя. Так нельзя сказать. Нужно сказать. No, they weren't. No, they weren't. Здесь правильный ответ будет. See. No, they weren't. No, they weren't. Почему? Потому что вспомогательный глагол, основной глагол здесь быть. Почему быть? Потому что past continuous. Продолжительные прошедшие действия. Они играли в саду? В конкретный момент имеется в виду прошлом. Мы отвечаем. No, they weren't. Нет, не играли. No, they weren't. Like, смотрите, сложное слово означает как бы, какая, вот какая погода была. Какая была погода? Была. Если была, значит мы did не используем. Почему здесь did написал? Did не нужно. Did будет, если look like, выглядит. Да? Помните, в прошлом занятии я вам рассказывал, что как он выглядит. Будет, будет, what does he look like? Потому что у нас look будет, поэтому does будет. А здесь просто like. Какой, вот какая погода, какая. What was the weather or is the weather when you were there? Какая была погода, когда ты был там? Were означает был, прошедшее время, поэтому is мы тоже не используем, потому что is это present simple, поэтому будет what was. What was the weather like when you were there? What was the weather like when you were there? Такие вопросы, которые начинаются со вспомогательного глагола, не yes, no вопросы. Do you like this lesson? А как бы what do you like? Такие вопросы, они будут с тоном вниз. What was the weather like when you were there? What was the weather like when you were there? Okay, number 13. We sat down on the beach, sit, 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 sit. Три формы. Кстати, на этом этапе, я думаю, вам неплохо было бы выучить непорядные глаголы. Их не так много, можно там 65 штук выучить, и вам будет достаточно, достаточно. So, what was, just a second, we sat down, we sat down on the beach, on the beach, это на пляже, на пляже. We sat down on the beach, it started to rain five minutes. It started to rain five minutes, начался дождь, five minutes, пять минут спустя, то есть пять минут позже, вот есть там мемчики, five minutes later, да? На пять минут позже, five minutes later, спустя пять минут, five minutes later, two hours later. Okay, number 14. When I saw him, see, saw, seen, это видит. See, saw, seen, в прошлое время будет saw. Когда я его увидел, he working, he didn't working, wasn't working, isn't working, he was watching TV. Когда я его увидел, он не работал. He was watching TV. То есть он был в процессе смотрения телевидения. Поэтому здесь present, past continuous, потому что was, was watching в тот конкретный момент. Когда я его увидел, увидел, это быстренько действие произошло, поэтому здесь просто past simple будет, past simple, когда быстрое действие. А действие, которое происходило в конкретный момент, кто-то что-то делал, будет past continuous, как здесь. Он смотрел телевизор, когда я его увидел. Он не работал. Здесь у нас ing написали не просто так, потому что здесь он не работал, процесс не происходил. He wasn't working. He, she, it будет was. I was тоже. Все другое будет were. Запомните, пожалуйста, I was. He, she, it was тоже. Okay, and here let's have a look at number fifteen. Number fifteen. What это что? Что? What doing when you arrived? What was he doing? What were he doing? What he was doing? So he was doing это здесь нет никакой инверсии. Здесь просто he was reading. Он читал. Субъект, глагол. Но когда мы строим с вопросом быть, со словом быть вопрос, то мы быть ставим в начале, перед субъектом. То есть быть здесь будет как бы вспомогательный глагол. Что он делал? What was he или were he? Вот это между этим нам нужно выбирать. Только что я вам сказал, что he, she, it будет was. Давайте я напишу здесь he, she, it будет у нас was и I будет was. Это в прошедшем времени означает был. Я был, I was, он был, he was, она была, she was, оно было, it was. И здесь глагол быть используется как вспомогательный глагол для построения прошедшего продолжительного времени. Past continuous. What was he doing? What was he doing when you arrived? Когда ты приехал. Приехал это past simple. Видите, ed, это past simple. What was he doing when you arrived? Number 16. Suddenly, внезапно, when, когда, after, означает после. После. So, it started, started, начался, started raining, дождь. То есть, смотрите, после глагола start, это глагол начинаться, начался. Started мы всегда используем глагол с окончанием ing. It started raining. It started snowing. I started reading. She started listening to music, etc. So, start. Такие слова, как начинать, заканчивать, продолжать. Start, begin, finish, continue. Они, если после них идет глагол, то глагол добавляем ing. Вот такой нюанс. It started raining. So, поэтому, we went, мы вышли inside. То есть, не вышли, а зашли. Получается, we went inside. Мы зашли внутрь, в квартиру, например, или в дом, или в какое-то здание. We went inside. Внутрь. Suddenly, it started raining. Внезапно. When. Я думаю, здесь будет when. Когда. Когда. То есть, когда начался дождь, мы вошли в комнату, например. When it started raining. Стоп, стоп, здесь so. So, у нас есть so. Нет, это здесь так непросто не будет. When it started raining, we went inside. Если бы so не было, то я бы сказал when it started raining, we went inside. Когда начался дождь, мы вошли внутрь, но suddenly it started raining. Здесь вообще можно ничего не ставить. It started raining, so we went inside. When it started raining, we went inside. After it started raining. Это как-то вообще... Ребят, здесь не так-то просто. Это вообще не складывается ничего. Почему? Потому что... It started raining, so we went inside. Все, можно... Это без ничего. Все работает прекрасно. Есть so. It started raining, so we went inside. When it started raining, we went inside. After it started raining, we went inside. Я думаю, здесь вообще будет suddenly, если честно. Соднень. Внезапно начался дождь, поэтому мы... Suddenly, it started raining, so we went inside. Suddenly, it started raining, so we went inside. Внезапно начался дождь, поэтому мы вошли внутрь. Suddenly, именно suddenly. Почему? Потому что когда when, after... Когда... When и after, это как бы показывает последовательность действий. То есть, когда начался дождь, мы убежали. После того, как начался дождь, мы убежали. Да. А здесь внезапно, suddenly, it started raining. Внезапно начался дождь, поэтому we went inside. Мы зашли внутрь. Suddenly. Вот какое хитрое предложение. Number 17. You buy any bread this morning? Это вопрос. Смотрите всегда, когда прорешиваете такие тесты. Смотрите на, есть ли знак вопроса, есть ли отрицание. То есть, знак вопроса, строим вопрос. You buy, то есть, у нас субъект ты. You, это субъект. И buy глагол. Any bread. Any часто используется именно в вопросах. This morning, сегодня утром. Do you buy? Do you, это вообще обычно. Обычно ты покупаешь хлеб по утрам. Но здесь именно this morning, сегодня, в это утром. Where you buy? Нельзя так сказать, был ли ты купить? Нет. Did you buy? Did you buy? То есть, имеется в виду утро, это уже прошедшее время. Утро уже прошло. И мы спрашиваем. Did you buy any bread this morning? Did you buy any bread this morning? Вот так. Did you buy any bread this morning? 18. He's very tall. Он очень высокий. He's very tall. Он очень высокий. Because, потому что, although, хотя, but, но. He's not very good at basketball. Да, если человек очень высокий, то, как бы, по умолчанию считается, что он супер-пупер-классный футболист. Нет, не тут-то было, ребят, не тут-то было. He's very tall. He's very tall. But, he's not very good at basketball. То есть, как бы, здесь противопоставление. He's very tall, но he's not very good at basketball. Но он не очень хорош в баскетболе. Number 19. What on your last holiday? То есть, что ты делал на своих последних каникулах? Holiday – это святой день, на самом деле, означает. Святой день. То есть, это может означать holiday, и каникулы, и отпуск. В русском языке есть, и в украинском языке это каникулы, отпуск. Это, как бы, разные слова. Да, есть каникулы, есть отпуск. У них одно слово. Holiday – это и каникулы, и отпуск, и так далее, и так далее, и так далее. So, last holiday – в последних каникулах, или в последний отпуск. Что ты делал? Это прошедшее время, поэтому what did you do? То есть, вспомогательный глагол идет всегда перед субъектом, а после субъекта – глагол. То, что я постоянно говорю, что субъект – глагол. А если мы встроим вопросики, то перед субъектом всегда будем ставить вспомогательные глаголчики. Там поставим do, поставим did, например. Даже мы можем поставить will, если мы говорим о каком-то будущем времени. Или am. Ну, am мы не ставим. Мы ставим в основу are, да? Нет, ну, am I happy, счастливее. Можно и am поставить. Am, is, was, да? Вспомогательные глаголчики – субъект и глагол. Вот они идут как связка с субъектом. Нет субъекта, нет вспомогательного глагола. Мы будем говорить с вами о вопросах, когда у нас нет субъекта. Мы спрашиваем, кто это сделал? Who did this? Мы не будем спрашивать, who did this do? Нет, who did this? Потому что нет, нет субъекта какого мы спрашиваем. Здесь спрашиваем you, тебя. What did you do? Что ты делал on your last holiday, на своих последних каникулах? 20. Who the match? Arsenal, it was 3-0. Когда мы говорим о счете в матче, мы ноль читаем не как zero, не как zero, а как нил. Arsenal, it was 3-0. Было 3-0. Кто выиграл матч? Who win, won, won. Три формы win, won, won. Who won? Не кто выигрывал, да, выигрывал, а кто выиграл. Who won the match? Arsenal, it was 3-0. Not who did win or who was winning. No. Who won the match? Who won the match? Arsenal, it was 3-0. Кто выиграл матч? Arsenal. Так, грамматику, ребят, мы разобрались. Если вам нравится видео, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на канал, поделитесь с друзьями. Короче, сделайте, пожалуйста, так, чтобы было больше просмотров, поэтому будет больше новых видео. Будем разбирать все возможные тесты, сложные, несложные. Все, что есть, будем разбирать. Так, двигаемся дальше. Lots of people, lots of comfortable people, friendly people, expensive people. Ну, дорогие люди не могут быть, comfortable, удобные люди тоже не могут быть, поэтому friendly people. Много friendly, дружественных людей. Friendly people. A rich day, a windy day, a young day. Ну, день не может быть молодым. Правильно? Какой молодой день? A young day, месяц может быть молодой, но не факт, что они говорят так. Young moon, нет. Поэтому, young, конечно же, здесь лишнее слово. Мы убираем лишнее слово. Все, young убираем. Не нужно нам young. Crowd, это толпа. Crowd, толпа людей. A new crowd, новая толпа. A basic crowd. Basic, это мы говорим о отелях. Basic hotel. Hotel, это такой обычный отель, где все, как бы, ничего, излишеств никаких нет. Basic hotel. Noisy, это шумный, шумный crowd. Шумная толпа, можно сказать. Noisy crowd. Что нельзя сказать? A new crowd или a basic crowd. Как вы думаете? Ну, как-то, a new crowd, новая толпа. Можно, в принципе, сказать, о, новая толпа появилась. Что-то за толпа. A new crowd appeared. What kind of crowd is that? A basic, a basic crowd, I guess. A basic, как-то, вообще, вообще не пляшет. Number three. An amazing time. Amazing. Восхитительный, потрясающий. What amazing. Wow, an amazing time. An unfriendly time. Unfriendly person, может быть, какой-то недружественный человек. An old time. An old time. Good old times, они говорят. Старые добрые времена. Можно так сказать, ребят, можно сказать. An old time. Какое-то старое время. An old time. An old time. Ну, вот, недружественное время сказать нельзя. An unfriendly time. Как-то, вообще, здесь не идет. An unfriendly time. Number four. A foggy hotel. Foggy. Туманный отель. Ну, окей. A sunny hotel. A luxurious hotel. Отель класса люкс. Стоп. Стоп, стоп, стоп. Tick the correct adjective. A or B. Lots of friendly people. Ага. Подождите, подождите, подождите. Давайте немного отмотаем назад. Уфрендли не подходит. Basic не подходит. New тоже не подходит. То есть, нам нужно выбрать то, что подходит. A rich day. То есть, у нас здесь подходит только одно слово. И оно будет... A windy day. Ветреный день. A windy day. A windy day. Дальше, number two. Noisy crowd. Только одно подходит. Это noisy crowd. Правильно? Правильно. An amazing time. Потрясающее время. Old time. Old times будет. Смотрите. Old times. Мы должны добавлять s. Old times. Старые времена. An old time нельзя сказать, когда у вас нет s. Нет множественных числа. An amazing time подходит прекрасно. A foggy hotel вообще не подходит, потому что foggy, туманный. A sunny hotel не подходит. А вот luxurious. Luxurious. Запомните, как читается это слово. Luxurious. A luxurious hotel подходит просто, просто отлично. Museum. A wonderful museum. A sunny museum. A helpful people. То есть, люди, которые могут протянуть руку помощи. Называется helpful people. Вы можете сказать, oh, she was very helpful. Она очень мне помогла. A wonderful museum. A sunny museum. Но если выбирать между a wonderful museum, прекрасный, и sunny museum, то я бы сказал a wonderful museum. То есть, прекрасный музей. Чудесный музей. A wonderful museum. Солнечный музей. Это также нелепо звучит, как и в русском, и в украинском языках. Wonderful museum. Дальше. Тикнуть. A, B, or C. To complete. Чтобы заполнить, дополнить предложение о каникулах. Или о отпуске. Помните, holidays. Это и каникулы, и отпуск. I always take lots of photos on holidays. Это как бы клише, но take photos. Take photos. Не make photos, не do photos. А take lots of photos. Take lots of photos. My parents had spent, booked a lot of money. Ну, нельзя забукать деньги. Букать – это бронировать. On their plane tickets. Много денег на их билеты на самолет. Plane tickets – это билеты на самолет. My parents spent, I guess. Потратили. Spent. Потратили много денег на их билеты на самолет. Spent money on something. Тратить деньги на что-либо. Он – запоминаем предлог. Предлоги – самое сложное, что есть в английском языке. Их столько много, столько разных комбинаций. Списков нет полноценных, где везде вы можете посмотреть, с каким словом, какой предлог используется. Поэтому нужно только пытаться и запомнить. Окей. Number seven. We – bicycles for the week. So we could travel cheaply. Cheaply – это дешево. То есть мы купили байсыкл с велики на неделю, чтобы мы могли путешествовать дешево, дешево. Cheap, cheap – это дешевый. Дешево – cheaply. So we spend bicycles. Тратить. Spent – это тратить. Можно тратить деньги. Spent money. Только это прошедшее время, ребят. В настоящем времени будет слово spend – тратить. Мы можем spend money. Мы можем spend time – тратить время. Spent time. Spent money. Вот можете в комментариях написать еще, что мы можем тратить. So we spend bicycles не подходит. We hired. Да, hired – это прекрасное слово. We hired. Мы как бы взяли на прокат. Мы взяли на прокат велосипеды. Можно еще использовать слово rent. Rent просто используется, когда вы говорите о более длинных промежутках. We rented bicycles for the week. Ну, hired – прекрасно, прекрасно подходит. We hired bicycles for the week, so we could travel cheaply. Чтобы мы могли путешествовать дешево. То есть не тратиться на бензин. А цены на бензин. Такие кусаются, да. Number eight. Mom and dad, мама и папа, often go, часто ходят, swimming, a good time, away for the weekend. Go away. Go away for the – let's go away for. No, get away обычно используется, когда get away for the weekend. Куда-то съездит. Это будет get away. Это фразовый глагол. Можете посмотреть get away видео с… Есть видео о фразовых глаголах. Get away. Get away – это куда-то поехать, отдохнуть на недельку, например. Get away for the week. Да. Go swimming, конечно же, будет, потому что go swimming, когда у вас go, то с такими activities like boxing, swimming, running, jogging используется go. Go swimming, go jogging, go running, etc., etc., etc. Mom and dad often go swimming. Стоп, подождите, извините, mom. And dad often go swimming for. Здесь for нет. Здесь нет for, ребят. Нет for. Поэтому go swimming здесь не подходит. Go swimming. Здесь будет go away for. Потому что здесь есть for. Go away for. Как я уже сказал, get away for. Используется, можно использовать. Я чаще слышу именно get away for. Get away for. Go away for. Go for. Okay, get away for. Just away for the weekend. Away for the weekend. Так, дальше. Девятое. Смотрим. So mom and dad often go away for. Давайте сделаем вот так. Swimming убираем. Видите, как опасно. То есть здесь должен быть предлог. После swimming нет предлога. Поэтому, да, вот здесь предлог for должен быть. Его нет. Поэтому swimming не подходит. Не подходит своим. Если бы был предлог go swimming for the weekend. То есть куда-то едут на выходные поплавать. I'm booking our flights online. I'm having our flights online. I'm renting our flights online. Когда вы бронируете что-то, то это не будет rent. Это не будет hire, также арендовать. Нет, это бронировать. Бронировать будет book. I'm booking our flights. Online. То есть я бронирую наши рейсы. Online. Online бронирую. Так. Все прекрасно. 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 We didn't go. Мы не ездили last year в прошлом году. Past simple. Didn't go. Видите, we didn't go. Отрицательное предложение. We didn't go abroad holiday. We didn't go on holiday. Нужно сказать, если у вас holiday, то говорим on holiday. We didn't go on holiday last year. We didn't go sightseeing last year. We stayed in this country. Здесь два слова подходят. Но я посмотрел на второе предложение. Когда у вас есть второе предложение, часто здесь, именно здесь собака зарыта. Здесь подсказка. Потому что we stayed in this country. Мы остановились. То есть мы остались в этой стране. То есть если мы остались в этой стране, то логически припустить, что we didn't go abroad last year. Мы ездили за границу в прошлом году. Дальше. I play tennis on Tuesdays. Я играю в теннис по Tuesdays по вторниках. Tuesday – это вторник. Если вы не знаете это слово, запомните. Четверг будет Thursday. Thursday – очень-очень похожее слово. Thursday. Thursday – это, ребят, четверг. Thursday. Thursday – Tuesdays. Tuesdays – это вторники. Thursdays – это четверги. Thursdays – это четверг. So I play tennis on. Всегда будет on. Когда у вас есть слово day, где-то Christmas day, New Year's day. То есть какой-то праздник со словом day или слово со словом day будет on. On Tuesdays. My cousin lives где? В Канаде. In Canada, когда вы говорите о больших spaces, как бы пространстве, которое не маленькое пространство. То есть я могу сказать at school, в школе, да. А когда страна или город будет in, или село, да, in. Или даже комната будет in. Ну, комната – это закрытое пространство. В Канаде – это открытое пространство, но большое, да, будет in. My cousin lives in Canada. I can't talk now. Я не могу сейчас говорить. I can't talk now. I am on a bus and it's noisy. I am in a bus, at a bus, on a bus. Сейчас здесь не так все просто, потому что у нас есть in и у нас есть on. Но, когда вы говорите о маленьком пространстве, например, вот это, допустим, лодочка. И я сейчас в этой лодочке сижу. Да, я в лодочке. Веслами грибу. Это лодочка. So, I am in a boat. В лодке. Или я в машине. Да, вот такая машинка. И я в машинке. Машинка маленькая, да, поэтому мы используем внутри, как бы, in a car, in a boat, in. Но, когда мы говорим о самолетах, самолет он большой, большой, да, щух. То мы будем говорить on a plane, на самолете, на борту самолета. То есть с поездами говорим on the train, on the train, on the train, on the train, on a boat, да, может, sorry, in a boat, but on a ship, когда большой корабль будет ship, on a ship, on a boat. Он и бас даже будет, потому что, смотрите, автобус и много людей помещается на автобусе, on a bus. Они говорят не в автобусе, а on a bus, on a bus, on a bus, on a bus, потому что много-много помещается. Поэтому on, правильный ответ будет on. What did you study в университете? What did you study in? Нельзя сказать, потому что in это как воспринимается, как, ну, физически, где находится, например, идет дождь, человек забежал в университет, чтобы спрятаться от дождя. Поэтому in здесь будет, можно поставить in university, когда воспринимается университет не как социокультурный объект, а как место, в которое можно забежать и спрятаться от дождя. Но, когда мы воспринимаем какое-то место как социокультурный объект, мы используем at, at university, в университете, at university. What did you study at university? Что ты изучал в университете? What did you study at school? И так далее. Number fourteen. Please put those books back. Пожалуйста, положи эти книжки. Put something back. Это положить на место. Put it back. Повожи это на место. Можем вот так разрывать. Put it back. Не все слова разрываются. Это фразовый глагол. Не все фразовые глаголы могут разрываться другими словами. Put back разрывается. Please put those books back на полку. Put it back. Кстати, это может быть даже просто глагол с предлогом. So, please put those books back на полку. On the shelf. On the shelf. On the shelf. Значит, на полку. On the shelf. On мы используем, когда что-то соприкасается с чем-то. На столе что-то лежит. So, the book is on the table. The picture is on the wall. Are you visiting your grandparents' Easter? Вот здесь Easter at будет. At Christmas. At Easter. Когда мы не говорим слово day. Например, at Christmas. Но on Christmas day. Если я скажу on Christmas и добавлю day, поэтому будет он. Если я просто скажу at Christmas, at Easter будет at. Итак, следующее смотрим. I took, gave Matt Carla to the new Mexican restaurant on Hills Road. So, to это направление движения. Я повел Карлу в новый мексиканский реставрор на Hills Road. Road это дорога. Слово ride означает ездить на велосипеде. Например, ride a bike или на коне. Ride a horse. Ride a bike. Ride a motorbike. Road. Дорога. So, я повел, я забрал. Будет I took. I took. I took Carla to the new Mexican restaurant on Hills Road. Number 17. Never run across the road, next the road, from the road. Никогда не перебегать дорогу. It's very dangerous. Перебегать дорогу будет run across the road. Never run across the road. It's very dangerous. We aren't ready. Мы не готовы. Can you wait? Можешь подождать нас. Здесь правило простое, что когда у вас есть слово wait, после wait нужно использовать for. We aren't ready. Can you wait for us? Мы не готовы. Можешь на нас подождать нас. Can you wait for us? We aren't ready. Can you wait for us? Next. Thanks for dinner. Спасибо за ужин. Dinner. I a great time. I passed. Past это как pass передавать, проходить мимо. Я хорошо провел время. Я имел хорошее время. Have. В прошедшем времени будет had. I had a great time. I had a great time. Twenty. Sorry. I can't stop. I am hurry. I am in a hurry. I am with hurry. I am to the hurry. Всегда будет I am in a hurry. Я спешу. Sorry. I can't stop. Извини, не могу останавливаться. I am in a hurry. Все. Пока. Пока. Давай. Bye. И здесь нужно тикнуть different sound. Sound, который отличается. Gone. Song. One. One. Вообще не так. What? Здесь поэтому one выбираем. So, bought, could. So, bought, could. Так. Разбираемся с этим. So, bought, could. Здесь so, bought, could. Saw, saw, could, bought. Saw, bought, could. Конечно же could. Could. Asked. Asked. К. К. Глухой звук. Видите? К. После глухого д стает глухим тоже. Asked. Likeed. Enjoyed. После таких гласных д читается как д. Поэтому enjoyed здесь. Не подходит. Потому что здесь глухой, здесь глухой. Asked. Likeed. Climbed. Бен не читается. Climbed. Climbed. I. Invited. I. Тоже I здесь. Тоже I здесь. А здесь I. Какой-то язык I. Missed. Missed. Поэтому будет missed. Именно missed. Thought. Думал. Put. Положил. Took. Взял. Thought. Or. Thought. 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 Think. Думать. Thought. Sunbased. Sunbased. Это загорал на солнце. Sunbased. D. Decided. Invited. Здесь. Смотрите, когда слово уже на D оканчивается или уже на T, то мы букву D не будем читать ни D, ни T. Потому что уже у нас слово на D заканчивается. Уже на T заканчивается. Поэтому мы здесь будем делать еще один слог. И будет E-D. E-D. Вот. E и D. Decided. Invited. Вот. Видите? Слово уже заканчивается на T. Как же мы можем прочитать? Invited. T-T-T-T-T-T-T-T. Decided. D-D-D. No. Decided. Invited. Sunbased. А тут D отчетливо. D. Такой. Звонкий звук. Звонкий звук. Sunbased. Sunbased. Yeah. Like this. Like this. И последнее упражнение. Ребят. Which E-D possible ending adds an extra syllable? Где extra syllable появляется? Нужно тикнуть. А где появляется extra syllable? А extra syllable появляется, когда слово уже заканчивается на букву T, на звук T или на звук D. Поэтому want уже T у нас. Мы не можем сказать wanted. Wanted. Started. Вот. Вижу. Сразу вижу. Started. Started. Здесь produced. Used. Нет. Fixed. Decided. Уже D. Поэтому it. Decided. Asked. Нет. Здесь не появляется. Asked. 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 Да. Asked. 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 Да. Asked здесь, да. Здесь, кстати, на К оканчивается, но это как бы исключение. Asked. 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 Да. Здесь как-то все созвучно. На К заканчивается. Созвучно. Почему? Потому что слово заканчивается не на Т и не на Д. Не на звук Т и Д, а на звук К. Поэтому с К все нормально. Direct. Вот на Т заканчивается. Поэтому все. Я не могу Т сказать. Если слово заканчивается на звук Т и Д, я добавляю id. Не просто ты, а id. Directed. Здесь called. Showed. Все нормально. Invented опять. Здесь invented будет. И invented. Так. Invented. And. Дальше. Loved. Hoped. Created. На Т заканчивается. Create. Все, друзья. Пока. Увидимся в следующем видео. Подписывайтесь. И пока-пока.